Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Протоиерей Иоанн Ивосторгов. Синодальный миссионер, проповедник, член миссионерского и училищного совета при Священном Синоде, наблюдатель церковно-приходских школ за Уральской епархией Сибири. Отец протоиерей Иоанн Иванович Восторгов родился 20 января 1864 года в семье священника в села Кирпильского Ставропольской епархии. Отец его был уроженец города Крапивны, Тульской губернии. Сюда переселился он из Тулы. Своего отца, которого лишился очень рано, отец протоиерей вспоминал с большой любовью. Это был, по его словам, слишком мягкий и добрый человек, всегда кроткий и молчаливый. Он пользовался любовью прихожан, которые не оставили бедствовать в семью рано умершего батюшки. Уговорив вдову матушку остаться в приходе просворней, прихожане помогли ей поднять на ноги троих детей. Два мальчика окончили семинарию, а девочка – институт. По окончании Ставропольской на Кавказе духовной семинарии Ян Восторгов рвется к продолжению образования, а жизнь предъявляет свои требования. Старушка-мать настаивает принять священство и занять скорее приход, дабы поддержать ее и младших детей. Но тут произошла заминка. 19-летнему юноше дать священство владыка опасался и предложил ему должность псаломщика до той поры, пока он придет в меру возраста, мужа совершенно. Но место псаломщика не устраивало семью Восторговых. Ян Иоаннович устроился учителем русского языка младших классов Ставропольской женской гимназии. Сестру удалось определить на казенный счет в институт, а младший брат принял место псаломщика в родном селе и стал жить с матерью. Это дало возможность Яну Иоанновичу осуществить свою заветную мечту. Он подготовился к экзамену на звание учителя русского языка и получил это звание при учебном округе. Но учительствовать ему не пришлось. Брат его псаломщик после какого-то несчастного случая вскоре умер, и мать прямо потребовала, чтобы он оставил учительство и принял священство. И по ходатайству прихожан села Керпильского занял отцовский приход. Воля матери была исполнена. 20 июля 1887 года, в день святого пророка Ильи, отец Ян был рукоположен в Сан-Иерея в родное село. Но молодой батюшка недолго оставался в селе. Вскоре он был ипархиальным начальством, рекомендован законоучителем Ставропольской женской гимназии. Затем переведен в Тифлистку и назначен ипархиальным миссионером грузинского экзархата. Не удовлетворяясь своей работой, отец Восторгов изучает язык персидских сирохалдеев, нестариан, едет в Персию и начинает работу по присоединению сирохалдеев. Целый ряд лет ведет упорную борьбу, и результат три епископа, Мар-Илья, Мар-Иан и Мар-Мариан, изъявляют желание и присоединяются к церкви. Так было положено начало миссии среди сирохалдеев. Экзарх Грузии Владимир, переведенный на кафедру митрополита Московского, пригласил к себе в Москву и отца Иоанна на должность ипархиального миссионера. Но святейший сенот вскоре назначил его синодальным миссионером-проповедником. В каковой должности он пробыл до дня своей мученической кончины. В дореволюционное время протеерей Восторгов представлял собой тип священника до Петровской эпохи, то есть того времени, когда епископы иереи не ограничивались богослужением, но своим благодатным влиянием охватывали и все отрасли семейной, общественной и государственной жизни. Особенно ярко проявил он себя во время первой смуты, находя полное одобрение своей деятельности со стороны своего канонического главы, митрополита Московского Владимира. Протеерей Восторгов принимал самое живое участие в монархических союзах. Поэтому в левых кругах имя его было ненавистно, и против него постоянно выдвигалось излюбленное средство либералов – клевета. Громадное впечатление оставляет проповеди отца Восторгова, направленные к изобличению сектантов и учения социалистов. Призывами к учению Христа и к здравому смыслу отец Иоанн приобрел себе без числа врагов во всех сектантах, раздорниках и социалистах всех оттенков и рангов. Черносотенец, мракобес – вот эпитеты, раздававшиеся из этих лагерей по адресу этого выдающегося человека, обладавшего обширнейшим умом, исключительным талантом проповедника и писателя, и провидца будущего. Но этим нельзя было победить такого бесстрашного идейного человека, каким был отец Иоанн. Он неустанно шел по прямому пути. И где только не будило душу, не проясняло патриотическое сознание слова его. В 1911 году на празднике Святой Троицы он говорил в Иркутске. В 1912 году – тот же день в Петропавловске на Камчатке. В июле 1912 года проповедуют в Тобольске по случаю принесения Албазинской чудотворной иконы Богоматери. В 1913 году – в июле в Омске. Государство поставило перед церковью трудную задачу духовного обслуживания, переселенческого движения в Сибирь и устроения церковной жизни на новых местах. Священников не хватало. В течение года нужно было создать их столько, сколько требовалось. По поручению Синода за это дело взялся протеерей отец Иоанн Восторгов. Этот человек незаурядного ума и огромной энергии отлично справился с этой трудной задачей, избирая священники, способных псаломщиков и сельских учителей и подготовляя их на специальных семинарских курсах. Особенно поразительны были результаты обучения проповедничеству. В год, по его методе, ученики совершенно овладевали церковным ораторским искусством. Коллективно разработанные его учениками проповеди печатались и раздавались после произнесения их по церквам. Неутомимые разъезды по всем весям и городам обширнейшей России, всюду беседы, проповеди, призывы. Во время его пребывания в Харбине в 1910 году им было организовано Братство Воскресения Христова при Святой Николаевском соборе. С возложением на него забот по охране могил, павших в Маньчжурии русских воинов. В 1911 году ему удалось после целого ряда лет стремления палестинского общества осуществить покупку участка земли в городе Бари, где почивает мощь Святого Николая Мирликийского, и основать там подворье для русских богомольцев. Организация в 1913 году Женско-Богословского института в Москве, делая его инициативой и настойчивости. Революции и отречение государя-императора были страшными ударами для отца Иоанна. Но в уныние он, конечно, не впал, состояв в то время настоятелем Покровского собора, известного более под именем храма Василия Блаженного. Он взял храм этот средоточием здоровых церковно-политических сил, и он достиг этого. Вся Москва знала, что придя в этот храм, наберешься там духовной бодрости, услышав правдивое слово. Ясно, небоязненно, ярко касался он страшных вопросов современности, обличал, но и утешал призывами к вере и исповеданию, научая, как надо жить в такие годины. И чувствовалось, покидая храм, воистину о имени Господне, как обновлялась, укреплялась душа, и как подготовлен теперь к дальнейшей брани с надвинувшимся на царство русское злом. Летом 1917 года отцу Иоанну удалось даже выпускать еженедельную газету Захват власти большевиками не ослабил его противореволюционной деятельности. Он всегда за службами говорил обличительной проповеди, отлично зная, что в переполненном храме находятся и чекисты. По воскресеньям в четыре часа он служил молебен на Красной площади, опять громил большевиков, что всегда слышали ходящие по кремлевской стене чекисты. Он прекрасно сознавал, что его ждет мученическая смерть. Летом 1918 года протеерей Восторгов был арестован. Большевики в тот момент боялись такого влиявшего на народ человека. Убить за одни проповеди и искали других контрреволюционных действий. Советскому провокатору удалось получить согласие отца Иоанна на продажу московского и порчального дома, который уже являлся социализированным. Горячолюбящие его прихожане напрасно собрали 20 тысяч рублей на наем адвоката. А отец Иоанн также напрасно дал из тюрьмы в письменных показаниях, исчерпывающие доказательства полицейской провокации. Сначала он сидел на Лубянке, а потом был перевезен в Таганскую тюрьму. Прихожане все время снабжали его съестными продуктами, хотя сами в то время очень нуждались. Ему разрешено было служить в тюремной церкви, и многие ходили туда помолиться. Перед самым расстрелом его снова перевезли на Лубянку, в главное здание ЧК. Он ясно сознавал, что надвигается смерть. Исповедовал находившихся с ним и изженопутствовал на месте расстрела. Смерть есть экзамен нашей веры. И смерть отца Иоанна Восторгов свидетельствует о его мужественном исповедании веры и твердости того упования, которому он служил всю свою жизнь. Умер он доблестной смертью христианского мученика. Вот рассказ о расстреле русских министров, с которыми был расстрелян и отец Иоанн Восторгов. С полгода тому назад привелось мне встретиться с одним лицом, просидевшим весь 1918 год в московской бутырской тюрьме. Одной из самых тяжелых обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Работа эта производилась изо дня в день. Заключенных вывозили на грузовике под надзором вооруженной стражи к Хадынскому полю. Иногда на Ваганьковской кладбище надзиратель отмерял широкую в рост человека канаву, длина которой определяла число намеченных жертв. Выкапывали могилы на 20-30 человек, готовили канавы и намного десятков больше. Подневольным работникам не приходилось видеть расстрелянных, ибо таковые бывали ко времени их прибытия уже заприсыпаны землею руками палачей. Арестантам оставалось только заполнять рвы землей и делать насыпь вдоль рва, поглотившего очередные жертвы ЧК. Мой собеседник отбывал эту кладбищенскую страду в течение нескольких месяцев. Со своей стражей заключенные успели жить настолько, что она делилась с ними своими впечатлениями о производившихся операциях. Однажды, по окончанию копания очередной сплошной могилы канавы, конвойцы объявили, что на завтрашнее утро, 23 августа 1918 года, предстоит важный расстрел попов и министров. На следующий день дело объяснилось. Расстрелянными оказались епископ Ефрем, протеерей Восторгов, Ксенс Лютостанский с братом, бывший министр внутренних дел Маклаков, председатель Государственного совета Щегловитов, бывший министр внутренних дел Хвостов и сенатор Белецкий. Прибывших разместили вдоль могилы и лицом к ней. По просьбе отца Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени и полилел в горячая молитва несчастных смертников. После всего все подходили под благословение преосвященного Ефрема и отца Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле отец протеерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку, револьвер выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным своим жертвам. Белецкий рванулся и быстро отбежал в сторону кустов шагов 20-30, но настигнутый двумя пулями упал, и его приволокли к могиле, пристрелили и сбросили. Из слов конвоя, переданных нам рассказчикам, выяснилось, что палачи, перекидываясь замечаниями, пока они присыпали землей несчастные жертвы, высказывали глубокое удивление отцу Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, видимо, поразивших их своим хладнокровем перед страшной и ожидавшей их участью. Иван Григорьевич Чегловитов, по словам рассказчика, с трудом передвигался, но ни в чем не проявил никакого страха. Так смерти своей отец Иоанн доказал верность заветам, которым служил в своей жизни. Не отыдет память его, и имя его поживет в род и род. Премудрость его повествует языцы, и хвалу его исповесть церковь. Он принял мученическую смерть, уйдя в горний мир, горячо так любимому им, тоже мученику, митрополиту Владимиру. На место его убиения, недалеко от братского кладбища. Пришла потом, пришли посомы отца Иоанна. Канава была полна кровью жертв. Положили сироты цветы, и со слезами вспоминали этого воистину пастыря доброго. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать. С нашего канала.